Это ROG Strix Car 15 на базе Intel Core i9-12900H, поколение Elder Lake, и это самый мощный 15-дюймовый ноутбук на сегодняшний день. Давайте посмотрим, на что он способен, сравним его с прошлым поколением и проверим, годится ли он только для игр или на нём ещё и поработать можно. Наша версия ROG Strix Car 15 работает на базе Intel Core i9-12900H. Это, напомню, 12-е поколение процессоров Elder Lake. У него 32 гигабайта памяти типа DDR5 на 4800 МГц, видеокарта RTX 3080 Ti с 16 гигабайтами памяти и TDP 150 Вт, 15,6-дюймовый экран с разверткой 300 Гц и разрешением Full HD. По спекам это просто пуск, а не машина. Посмотрим, на что она способна в бенчмарках, а заодно я сравню производительность с ROG Zephyrus S17 на базе Intel Core i9-11900H и с картой RTX 3080, которую мы тестировали примерно полгода назад. В Cinebench R23 Core i9-12900H показывает существенный прирост относительно 11900H. И в одноядерном, и в многоядерном тесте. В Geekbench 5 ситуация ровно такая же. Надо сказать, что Intel Core i9-12900H — это 14-ядерный CPU, работающий в 20 потоков. У него 6 производительных и 8 энергоэффективных ядер. TDP 45 Вт с повышением до 115. В ROG Strix Car 15 предусмотрен Max Switch для передачи изображений напрямую с дискретной GPU на дисплей в обход процессора. Это уменьшает задержку, но, понятное дело, увеличивает энергопотребление, поэтому режим актуальный только для работы или игр от зарядки. В стресс-тестах система показывает себя стабильно. Есть небольшой троттлинг, а максимальный нагрев процессора — 97 градусов, средний — примерно 84 градуса. При этом пластиковый топ-кейс не сильно подвержен нагреву, поэтому даже в стресс-тесте ноутбук в районе нампада, где обычно лежат руки, остается холодным, а клавиатура, скажем так, едва теплая. Но выдув в турбо-режиме у него, конечно, мощный. Два кулера создают и шум будь здоров, и выдувает горячий воздух с обеих сторон по бокам и сзади. Поток выдува сбоку направлен вниз, и напрямую руки с мышкой не касается, но тепло всё-таки чувствуется. Давайте посмотрим, что у нас по играм. Cyberpunk 2077 на высоких настройках с отключенным Ray Tracing и DLSS выдаёт примерно 85 фпс. Если включить DLSS и Ray Tracing на максимум, получается в среднем от 65 до 70 кадров. Metro Exodus с Ray Tracing и автоматическим DLSS примерно 90 кадров в секунду. Control в среднем 120 фпс без DLSS и Ray Tracing. Red Dead Redemption 2 без DLSS примерно 105 кадров при Full HD разрешении. В общем, это настоящая убер-игровая машина с возможностью играть на максималках вообще в любую игру. А такие показатели в Cyberpunk 2077 лично на моей памяти я вижу впервые. При этом дисплей тут IPS, Full HD с разверткой 300 Гц и скоростью отклика чуть больше 3 мс с включенным овердрайвом. Для онлайн-шутанов и для профи-геймеров эта машина подходит просто идеально. Сам экран, как я уже сказал, IPS, яркость у него примерно 350 нит и этого достаточно для игры и работы днём. Точность цветопередач примерно 95% sRGB и 68% DCI-P3 . Это, разумеется, не лучший экран для профессиональной печати и цветокоррекции, но если вам нужен хороший игровой ноут и вы ещё и работаете, например, с цветом, у этого ноутбука есть версия с QHD разрешением, то есть 2К, и там точность цветопередачи выше. Углы обзора у экрана максимальные, есть небольшое падение под углами, но оно не драматичное. Обратите внимание, насколько тонкие рамки сверху и по бокам. Настолько, что даже не поместилась веб-камера. Да, её тут просто нет. Нужна веб-камера, придётся покупать какую-то внешнюю. Угол открытия крышки не очень большой, на коленках с таким ноутом не особо удобно, но и не для этого он был создан, чтобы греть вам колени. Проведём наш стандартный тест в DaVinci Resolve – рендер 10-минутного 4К видео с исходниками Vage 265, цветокоррекцией и шумоподавлением. Напомню, что шумоподавление – это очень ресурсоёмкий процесс и может увеличивать время рендера существенно. В таком режиме и с такими показателями ноутбук в DaVinci Resolve рендерит видео за 15 минут и 10 секунд. Казалось бы, неплохой результат. Но вот для примера наш рабочий MacBook Pro 16 на M1 Pro делает то же самое за 52 минуты. Таймлайн в 4К крутится без прокси, но с цветокоррекцией надо будет активировать прокси таймлинии, понятное дело. Работать на этой машине очень комфортно. То же самое я могу сказать и про Photoshop и про After Effects – всё летает как надо. Единственное, шум кулеров при работе достаточно сильный, потому что все эти программы ресурсоёмкие и приходится всегда сидеть в наушниках. Я посмотрел обзоры всех актуальных 15-дюймовых игровых ноутбуков и ROG Strix Car 15 в этой комплектации – это самый мощный ноутбук на сегодняшний день, по крайней мере из тех, что я нашёл. Стоит, конечно, недёшево. Конкретно эта комплектация обойдётся в 3400 долларов. Но вообще, с этим процессором и, например, картой RTX 3070, ноутбук стоит уже 2000. Так что, если вам этого хватает, то стоимость, как видите, может быть значительно ниже. Вообще, ROG Strix Car 15 – это моя любимая игровая серия ноутбуков, потому что для меня это оптимальное сочетание дизайна начинки габаритов. У меня их было много, обзоры почти каждой версии есть на канале. И что мне нравится – Asus не сильно играется с дизайном, выдерживая один стиль на протяжении нескольких поколений. Ну то есть вы привыкли к одной вещи, через пару лет обновились, и эргономика при этом осталась та же. Ноутбук целиком сделан из пластика, металлического у него только крышка. Но пластик тут не обычный, а матовый и при этом ещё и гладкий. Следы на нём почти не остаются, и чистится он довольно легко. Есть у ROG Strix Car и свои фирменные особенности. Например, топ-кейс наполовину прозрачный, с такой диагональной линией, и эта фишка была тут задолго до появления Nothing Phone. Сзади в районе шарнира есть сменная пластина с логотипом ROG. Она пластиковая и с магнитом, то есть её можно снять и поменять на одну из трёх дополнительных пластин в комплекте. Или даже напечатать собственную на 3D принтере. Такая лёгкая кастомизация. Ну и третья фишка – это Keystone – магнитный ключ, на который можно запрограммировать какие-нибудь настройки. Например, если его вытащить, то будут запаролены важные папки, включится какой-нибудь особый режим работы и так далее. Всё это можно настроить в приложении Armory Crate, а сам Keystone носить в фирменном брелоке, который идёт в комплекте. Выглядит вот так. Единственное, что мне не нравится в дизайне этого ноутбука – это куча RGB-подсветки. Она тут просто везде. На клавиатуре, причём все клавиши могут настраиваться отдельно. Под топ-кейсом, логотип на крышке и даже под дисплеем есть тонкая полоска светодиодов. Слава богу, что всё это можно отключить или настроить в приложении Aura. Я лично предпочитаю отключить всё кроме клавиатуры, да и клавиатуру сделать монохромной. Количество портов у Rock Strix тоже впечатляет, есть почти всё. Слева два USB-A 3.2 Gen1 и выход на наушники микрофон. Справа нет ничего, чтобы не мешать играть правшам, простите левши. А сзади порт питания Ethernet, HDMI 2.1, Type-C с поддержкой DisplayPort и Power Delivery и ещё один Type-C, это Thunderbolt 4 с поддержкой DisplayPort. Неплохо, но для счастья не хватает только разъёма для карточек памяти. Думаю, он бы сюда вполне поместился и, главное, очень бы пригодился. Ноутбук вообще не сильно большой, но весит он 2,3 кг. Прибавьте сюда ещё огромный блок питания на 280 Вт, который отдельно весит ещё 900 граммов. Так что сильно портативным этот ноутбук, конечно, не назвать. Да, его можно брать с собой без зарядки, теоретически можно заряжать по Type-C, потому что есть поддержка Power Delivery, но этот вариант не для игры, не для тяжёлых программ, скорее просто подзарядить, когда ноут сел где-нибудь в кофейне. Внутри у него аккумулятор на 90 Вт, часов и на одной зарядке ноутбук работает в среднем 4 часа. Если включить YouTube на средней яркости, отключить лишнюю программу, то он проработает 5,5 часов. Не самый плохой результат для игрового ноутбука. К тому же мне нравится, что система автоматически переводит ноутбук в экономный режим и отключает 300 Гц, когда вы снимаете его с питания. Ну и возвращается он назад, когда вы его подключаете. Клавиатура у ROG Strix не механическая, но ход клавиш довольно высокий, при этом мягкий. Сами клавиши средние по размеру, с хорошим отступом, набирать текст на них и играть довольно комфортно. Традиционно для этой линейки есть ряд вынесенных клавиш, управление звуком, запуск Armory Crate и работа кулеров. Стрелки маленькие, но опять же вынесены отдельно. Клавиатура нормальная, единственное, что не понравилось, неудобный функциональный ряд клавиш. В темноте подсвечиваются только пиктограммы функций, но не само обозначение F1, F2 и так далее. И довольно часто в темноте при такой схеме ты просто промахиваешься. Да и сами клавиши тут меньше, чем остальные. А вот тачпад большой, да еще и совмещенный с нампадом. Для этого достаточно нажать на сенсорную кнопку в правом верхнем углу. Сам тачпад снизу чуть мягче, сверху идет более туговато, но нажимается он по всей поверхности. И в целом это хороший тачпад для работы с документами, и для серфинга интернет он вполне подойдет. Ну а для всего остального с таким ноутбуком нужна мышка, думаю Америке я вам не открыл. Наверное самое слабое место у ROG Strix Car 15 это звук. Несмотря на то, что у него система из четырех динамиков и есть даже какой-то бас, сами динамики тихие. Если например сравнить их с MacBook Pro 16, где наверное самые чистые и громкие динамики, то ROG Strix Car 15 образца 22 года играет примерно вдвое тише. С учетом шума кулеров сидеть вам всегда в наушниках ну или с колонками. По всему остальному претензий нет от слова совсем. Есть поддержка Wi-Fi 6i, Bluetooth 5.2, ну а сняв заднюю крышку можно заменить оперативную память или добавить SSD. С завода на нашем ноутбуке стояла всего одна планка на 1 терабайт и это PCI Express 4.0. Скорости кстати неплохие. Правда если вы решите открывать крышку в этом ноутбуке, надо быть очень аккуратным, чтобы не повредить шлейфы подсветки, которые закреплены как раз на этой самой крышке. В этом году на этом процессоре и с такой карточкой у Asus получилось сделать настоящего монстра. Очень производительная машина и для игр и для работы. Из минусов можно отметить средние динамики и отсутствие веб-камера и сканер отпечатков для быстрого входа. А все остальное можете смело записывать в плюсы. За такой прекрасный расклад придется разумеется платить, именно наша версия стоит потрясающе дорого. Но, как говорится, машина того стоит. Но это за Рокко. Всем мир!